До чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Париже, осталось всего два дня. А Францию тем временем захлестнула волна забастовок. Бессрочную акцию протеста объявили железнодорожники. Вслед за ними угрожают не выйти на работу и сотрудники метро, а также пилоты крупнейшей авиакомпании Air France. Чем недовольны французы, расскажет моя коллега Шолпан Нейманбаева. Во Франции более половины межрегиональных поездов уже неделю не обслуживают население. Встали также и скоростные локомотивы. Следуют по расписанию только 60% поездов. Забастовка железнодорожников парализовала и главные улицы Парижа. В городе ежедневно появляются километровые пробки. Когда все это закончится, неизвестно. Забастовка бессрочная. Железнодорожники приступят к обязанностям, если правительство пересмотрит трудовое законодательство. К примеру, если раньше работодателю было затратно и практически невозможно уволить сотрудника, то согласно новой трудовой реформе, которую хотят вести в стране, это будет гораздо проще. Кроме того, французам хотят меньше платить за переработку. Французы любят с помощью забастовок выражать свою точку зрения. Но это не для того, чтобы причинить экономический вред государству. Они действительно хотят сохранить свои рабочие места и зарплату. Против трудовой реформы выступают и пилоты крупнейшей французской авиалинии Air France. Они недовольны тем, что в скором времени могут быть отменены надбавки за полеты в ночное время и требуют гарантии трудовой занятости. Они опасаются, что из-за дочерних бюджетных авиалиний могут потерять работу. Каждый раз, когда они организовывают какое-нибудь громкое событие, как это, всегда происходит одно и то же. Профсоюзы получают возможность организовывать забастовки и давить на правительство. Выгоду от этого получают только пилоты Air France. У них и так есть много преимуществ, в отличие от других трудящихся. Только пассажиры пострадают. Я думаю, не стоит идти на их условия. Забастовка пилотов Air France, по словам экспертов, может серьезно помешать проведению во Франции одного из самых значимых событий в мире футбола – чемпионата Европы. Матчи Евро-2016 состоятся в 10 городах. На них съедутся миллионы болельщиков со всего мира. Но если железнодорожники и пилоты не договорятся с государством, то Францию ожидает настоящий транспортный коллапс. Шулпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, 24КЗ, Париж, Франция.